И вновь здравствуйте, господа и дамы, с вами Seven Dragon Age Inquisition и снова Skyhold, хотя мне кажется уже пора привыкнуть к тому, что мы очень многие серии будем начинать именно здесь. В общем, идем в ставку командования, получать доклады. И в общем, я за кадром прям побегла, от души поохотилась на этих снуфлеров. Вообще, на самом деле, на баранчиков, которые августы, вообще нет смысла охотиться, потому что их шкурка, она хуже, чем шкура снуфлера, потому что они, в принципе, имеют абсолютно одинаковые показатели, то есть что та, что та защищает от холода, то есть... Ну, серьезно, то же самое, только шкурка снуфлера лучше, вот эти свинюшки, которые, помните, по льду там бегали, и с них, с одного снуфлера, может до десяти шкурок выпасть, в то время как с барана там, ну, четыре, максимум, по-моему, пять, хотя что-то я не припомню даже такого. В общем, к черту баранов, даешь снуфлеров. Они к тому же не убегают от тебя и умирают с двух выстрелов, а не там с десяти, как эти бараны. Короче, снуфлера forever. И, в общем-то, облагородила нашу партию некоторой бронькой, осталось только воинам как-то найти металлы, чтобы броню наковырять им нормальную. Но танки у меня в броне в новой, это хорошо. Так, и, в общем-то, я тут раздала новые задания, так что давайте. Просьбы Дориана, помните, мы открывали. Ориентиры Дориана привели инквизицию в несколько мест, где могли прятаться винаторий. Там были обнаружены стоянки неизвестного предназначения. Если пожелаете разобраться с этими магами, Дориан определенно будет рад. Не обозначу эти места на вашей карте, чтобы вы наведались к ним, если окажетесь поблизости. Хорошо. Так, сестра-еретичка, помните, в церкви там была. Инквизитор, мы разыскали бедную женщину, утверждающую, будто бедную, будто корифей истиновестник Андраста. Она не агент винаторий, бедняжка просто помешалась после трагедии в убежище. С ней было несколько беженцев, которых мы привели в Скайхолд. Здесь они уже начали понимать, что, как, безумные были заявления сестры церкви и готовы представить инквизицию свою, инквизицию свою помощь. Мать Джозель благодарна нам за то, что мы вернули сестру в целости и сохранности. Она помнит ее в юном возрасте и описывает, как одаренную, но слабую. Она надеется, что забота и терпение помогут женщине вспомнить себя. Так, в линии клинок Боцмана некий. Это что? А, кстати, мемориал точно. Леди Посол Мантелье. Хоть мы и не виделись с глазу на глаз, я верю, что в данном вопросе мы найдем полное взаимопонимание. Я хочу построить памятник на том месте, где находилось убежище. Мемориал всем, кто отдал жизнь, защищая веру. Будем ли мы работать вместе, чтобы почтить павших героев, миледи Посол Маркиз Дюрейон? Ну, давай, чё. Я могу собрать деньги для проекта и нужно выслать представителя, чтобы перерезать ленточку. Хорошо, ладно. Шо тут? Правда ли расплата? Опасная игра. Соловей, мы недооценили масштаб угрозы. На прошлой неделе наша знакомая Маркиза встретилась с дюжиной дворян. Им были переданы взаатки в виде подарков. В основном, бюстов Джустини нам удалось завладеть одним. Вот, помните, вот это, жду дальнейших указаний. Рыбак. Странно, я вроде как уже получала эту информацию, то, что да, да. Красный лириум. Странная хрень. Ладно, неважно. Рыжий Дженни на званом ужине. Как бы это получше описать? Солдаты нашего знатного мерзавца так отвлекли... Солдаты нашего знатного мерзавца так отвлекли и раздосадовали, что он, силясь привлечь внимание гостей, ничейно... А, помните, мы устроили учение около праздника. Нечаянно проткнул шляпу одной преподобной матери. Это, конечно, Рыжий Дженни постаралась. Но от свидетелей того события нам уже пришлось несколько писем с разнообразными предложениями. Ладно. Так, ну и, в общем-то, да. Тут мы закончили. Странно, мне казалось, я уже получала такой текст. Люба просто тоже, честно, так же выглядел текст и просто сказали, что да-да, получено. Так, уничтожение контракта Дома Отдохновения. Это потом. Глаза Создателя. Очень любопытно. Попытка переговорить с несколькими лордами, предположительно связанными с глазами Создателя, вызвала незамедлительную реакцию. «Испуганные заверения в том, что они об этом даже не подумали, отсылки к некоему лорду Бенуа, Желюно, которое за всем этим вроде как стоит. С ним я тоже встретилась». Что-то я как-то неправильно это прочитала, но ладно. «С ним я тоже встретилась, и через 10 минут весь его фанатизм превратился в невнятные извинения и покаянные предложения каких-то даров для инквизиции. Вот вам и цирковые санкции». Церковные, господи. Золотой браслет. Фигню какую-то подарил, господи. «Так, найти поручителя». Не хочу пока. А, особо-то делать-то и нечего уже. Это доступно. Ресурсы, ресурсы. Фигня. А, во, преемник в Лайдсе, точно. «Теперь, когда Жанна Гаспар больше не в игре, следующая герцогиня Лайдская станет либо Каролина, либо Манет». Но я не помню, кто из них какая. Кто из них наивная, кто из них поумнее. «Борьба на коляец». Каролина поручила агентом. Она, наверное, поумнее. «Устроит скандал, рассудив, что Манетте не хватит знаний, чтобы избежать от такой ловушки. За советом о том, как подкрепить притязания на герцогство, Манетта обратилась к матери Ренетте, своей церковной наставнице. Каролина переоценила свои карты и выдала агентам слишком много информации. Я могу обратить это против нее. Наши войска могут с легкостью остановить наемников, а план Каролина делает ее верной кандидаткой к герцогине. Вообще, да. С другой стороны, Калин, он не особо сечет в таких фишках. А вот Лилиана, да, но она почему-то против Каролины. Не знаю, почему. Ну, пускай лучше. А вот как в случае с этим... Помните, с Гаспаром, который... Не тот Гаспар, который с Селиной, а другой Гаспар, там, Жан Гаспар, или как там его... Мы там тоже. Он вроде как хитрый, но он умный. Лучше его хитрость и ум применять в свою, как бы, выгоду. В свою выгоду применять, что... Ну, вы поняли. Использовать во благо Инквизиции, чем с дурочкой там пытаться иметь дело. С другой стороны, дурочкой проще манипулировать. С другой стороны, я прям даже не знаю. Давайте, ладно. Нам тупые враги... Тупые союзники не нужны. Лучше пускай умный союзник. Знаете, лучше умный союзник, чем тупой враг. Хотя нет, нет. Не так эта фраза звучит. Есть просто несколько вариаций этой фразы. Короче, вы поняли, что я хочу сказать. Как же она звучала-то, эта фраза, господи? Черт, я не помню. А, нет, все, вспомнила. То, что глупый союзник хуже умного врага. Во. В общем, поменяла местами. Немножко неправильно сказала. Ну, суть-то та же самая. Так. Найти поручителя. Это никак пока что. Там что далеко. Определить агента точно. Ну, ладно. О, блин, 15 часов. Ну, ладно, пускай, пускай, Лилиана. Я ее как раз ждала. Она сечет. Пускай, пускай. Потому что я, честно говоря, вот не очень понимаю вот по этому тексту, как я должна определить, кто там на самом деле неправильный. Ну, теоретически, если по роду занятий. Ну, Барт, это как-то слишком очевидно. Морталитаси, ну, это вряд ли. Ну, не знаю как-то. А вот контрабандистка, она и там, и сям, и везде вообще. Так что, в принципе, да. Ой. Сейчас, не знаю, может быть, вернемся на изумрудные земли. Может быть, сейчас просто что-нибудь другое откроем. Посмотрим. Так, Ленокботсмана, Дорианна, Вивьен, одобряет. Сэр отчасти одобряет. Это что-то мы сделали. Кассандра одобряет. Сэр, наверное, одобряет то, что мы вот тут. Полоумную, которая с ума сошла, взяли. Спасли и там все такое. А, не, мы же ее задание выполнили точечно. Вот она и одобряет. Так, ну что, что я могу сказать? Давайте с Хардинг перетрем, прежде чем куда-либо выдвигаться. А потом можно будет уже выбрать и место, и назначение. Э. Так не, мы же это спрашивали. Да, не спрашивали. Продолжение следует. Так, пойдемте перетрем за барабаном, может он что-нибудь новенького расскажет тоже. Было. Крем. Что-нибудь новенькое. Придумала? Эээ. Ну ладно, я уже несколько раз иговаривалась, я думаю понятно, что это не мужик, а баба, да? Не знаю, я, честно говоря, когда играла первый раз, я сразу просекла то, что, ну, это женщина, не знаю, моментально просто, я была уверена, а потом, когда к Крем обратились в мужском роде, я такая, че? Думаю, что за хрень? Думаю, это потом как-то раскроется или это просто голос такой подобрали, чтобы специально неоднознательность такая была? В общем, в общем, короче, это женщина. Да, да. Так, почему я бегаю только кругами, господи? А, слушай, я же хотела во внутренних землях точно пройтись винатория, битая этими самыми. Вот эти вот точки хотела посмотреть, давайте по-быстренькому. Заодно доделаем, так сказать, дела. Возьмем Дориана с собой, а можно даже, я думаю, Варика. В принципе, соус нам тут не нужен. Давайте вот такую вот компашку. А можно, кстати, даже вместо Варика СРУ. Мне кажется, она что-нибудь отчебучит обязательно. Такая вот непонятная компания. Я надеюсь, меня не зашатают. Потому что ни одного танка. Как бы это, да? Ну, ладно, посмотрим. В принципе, это старая локация, самая первая, считай. Я уже думаю, как-нибудь-то мы справимся с Гурием пополам. С 12-ю лечилками и так далее. Ой, ё-моё. Чаёк у меня уже тут. Готов на экстренную ситуацию. Ну да, не удивляйтесь, у нас немножечко обновленные шмотки будут. В частности, у меня. Решила поэкспериментировать с цветовой гаммой, поэтому... Да. Другое просто. Чё-то ничего не подошло. А то, что подошло, у меня не было материалов. В общем, вот так вот мы сейчас выглядим. У Дори на новые шмотки. Куда пошёл? Стой. Стой. Зараза убегает. А чё сыр-то прокоцан? Я не поняла. Мы только приехали. Она, может, приземлилась как-то неудачно? Ну-ка, подожди. Я так не согласна. У сыра новая одёжка. У быка пока что старая, но у меня нет железа всякого разного. Ну, точнее, металла, в принципе. Так, ну а я вот такая вот. Такая белокрасная. Драгнейдж белокрасная. Так, чё я хотела? Я хотела быка прокачать. А, чёрт! Точно, я же ему сбросила. Я ему сбросила эти самые. Просто помните, я сказала то, что парирование... В принципе, оно... Вот, блок удар с плеча. Вы встаете в стойку. То есть это хорошо, когда ты играешь сам персонажем. То есть нет смысла это брать, когда ты им не играешь. Ну, не знаю, как-то не особо. Потому что он особо это как-то, по-моему, не особо чисто применяет. Ща мы побырику всё распределим. Если, конечно, получится. Что за... А, всё равно придётся. Да чтоб твою Машу. Ну вот. Вот это обида, конечно. Ну ладно, чёрт с ним тогда. Не, подожди, слушай, давай-ка что-нибудь уберём. 20 в секунду. Бонус к урону за оборот. Это чё? Бонус к урону. Бонус к урону. Блин, везде бонус к урону. А это чё-то... Подожди, 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 отцепись. Сила при открытии. Так, давай вот так вот. Ладно, давай пока так оставим. Я хочу просто открыть ему. Видите, у него специализация потрошителя. Хочу что-нибудь отсюда взять. Ну, в принципе, если вам нужно описание, вы можете почитать. Так, и вот это вот, неистовство. Пока действует эта способность, вы неукротим из густок ярусной физической силы. Ваша атака сильнее, быстрее. Обычно вы с каждым ударом, вы восстанавливаете здоровье. Берём. Ну, собственно, вот. Остальное потом успеем взять. Хорошо. Так. Давай нам в эту сторону. Чтобы не затягивать. Ну, теперь с тобой ни одного цвета, к сожалению. Хотя, как посмотреть. Медведь. О, чёрт. Не хочу. Отстань. Мне не до тебя. Он прямо идет в ту же самую сторону, что и я. Что за хрень? Может, он от меня убегает? Что, вряд ли. Я просто бегу мимо. Не надо меня трогать. Так, минутку. Не надо. Нет, он бежит за мной. Чёрт, скотина. Терпеть не могу. Чёрт, придется сперва тебя зашатать. Что-то звуки пропали, блин. Так, а давай посмотрим, слушай. Кстати, у меня у быка мега топор. Ты чё упал-то? Подожди, давай посмотрим. И нет медведя. В общем-то. Кто вызывает эту стену огня? Господи. В общем, топорище, вот это, которое мы, помните, находили. А, в общем-то, это вот это, вот это, вот это. Сейчас покажу. Вот, сверкающий дармалеон. Я его улучшила с помощью уруны. Вроде бы была... Да, демоническая, вот, плюс 20 урон по площади, где цель демоны. Ну, и также нежить. Так что, в принципе, пока что мы бегаем с этим делом. Вот это вот. Я не знаю, зачем я это улучшала. Если честно, руну только просрала. И, в общем-то, вот это я тоже чуть-чуть на будущее приберегла. Хотя, знаете, вот это мне как-то в какой-то степени нравится даже больше. Ну, ладно. Посмотрим, как оно пойдет. Так, что я могу? С медведями ничего не выпало, к сожалению. Так. Вообще, конечно, я на одного медведя потратила сосредоточение. Это, конечно, сточительство. Ну уж, ладно. Вот, черт. Ой-ой-ой. Дориан. Дориан, пожалуйста. Очень нужен. А что, кстати? Вот, вот, вот. Спасибо. Странно, он вроде применил барьера, а что, как-то и нету его. А, серьезно, куда пропал барьер? Нет, сейчас все с дальнейшим, если сдохну. Саша, отстань. Не, блин, я ушла из зоны. Черт. Че так плохо-то все? Так, а где? Подожди, а где оно? Хм? Не поняла. Вообще, я туда шла чисто из-за восклицательного знака. Сэр, ты меня не пугай. Может, наверх тут забраться где-то можно? О, кстати, мы же можем в этот, как его звать-то, возложить цветочек. Слушай, а что нас так бьют, серьезно? Это вроде типичные такие враги. А что-то так больно. А где там этот, финная, финная? О, здесь целых два винатория. А, вот оно, да? Да. Хм. Чуть-то вот сюда придется идти с соусом, потому что там этот кребаный демон гнева. Там лучше, конечно, с морозом. Ну, че-то как-то прям нас наказали там. Странно. Казалось бы, да? Первая локация. Ладно. Давайте попробуем сюда. Охренеть! Не успели начать, нас уже наказывают. Почему? Такое ощущение, что игра вспомнила, что она как бы у нас на кошмаре. Серьезно, нам, начиная с предыдущей серии, напоминают как-то об этом. Активно. Что, хе-хей! Вы, вообще-то, играете на кошмаре. Не забывайте об этом. У вас есть такая вещь, как тактика. А я такая, идите в жопу. Я не хочу играть по тактике. Я уже наигралась. Кому там не живется спокойно. Так, ребята, нет. Брейк. Если вы там сагрались на что-то... Не хочу, отстаньте. Так, я тут не поднимусь же, да? Ну, давай, давай, давай. Я верю в тебя. Отлично. Это кто сказал? Быка, это ты там разговариваешь, бубнишь, что-то все под нос. А. Нет, это они. До свидания. Тихо. Тринадцать вот это было. А че там так вот там? Вот там вот так много всего. А че там такое-то? Слушай, а че это за палка такая? А, это эти цветочки. Миша! Миша, не надо. Ну ладно, будет теперь шкура медведя, чтобы перекрасить свою шмотку. Хотя, в принципе, и этот цвет неплох. Надо, надо все-таки почитать, кто там постоянно призывает эту огненную стену, потому что, серьезно, я что-то не предупоминаю. Вещей у меня точно такого нет. Че это за хрень такая? Ну откуда же она, откуда-то она появилась? Может быть, через способность, через какую-то, может, она там рандомом... Какой хороших хрен его знает. Эл. А, слушай, это тоже болючие. Помните, мы сюда пришли, нас прям, прям, прям наказали. Так, вот ты умрешь. Вот ты. Вы мои-то. Ребята, я умер. Спасибо, спасибо большое вам. Вы очень вовремя. Так, давайте-ка я немножечко... Ай-яй-яй. Сейчас меня убьют. Иди сюда, скотина, наверное. Стоять! Это что-то, не бедо, да? А, нет-нет-нет. Не надо. Да умрешь ты, не надо. Все? Господи, слава богу. Нет, не все! Только начало. О, сейчас эти выдры будут, да, морозные? Господи, не дай бог. Быстрее, наверх. Наверх! Паника. Ой, жопа. Ой, нет, ой, нет, мой задник. Охренеть! Мы только начали. Ториан сам себе поможет. Вообще-то нет. У меня нет ничего. Охренеть! Опа! Охренеть! А что такое-то, слышишь? Это настолько сильно ощущается отсутствие солоса? Тринадцатый уровень. А, ну тогда понятно, в принципе. Охренеть! Не, мне кажется, это все-таки отсутствие солоса сказывается. Охренеть! Нет, я их убью. Я из принципа их убью. Подожди. Верните меня. Охренеть! Ну-ка, назад! Не, все-таки без танка это плохо. Как ни крути. Надо... Если есть дамагер, должен быть, вот прямо обязан быть танк. Ну, конечно, Драгонейдж 2 показало, что это не обязательно, но в пределах Драгонейдж. Господи, где эта штука, которая партию меняет? Господи! Не, я их всех перебью. Дориана брать, не брать. Ну, вообще, если мы пойдем сейчас туда в Винаторий шатать, то, конечно, не помешало бы. Ну и солос. Охренеть, блин! Нифига, я убью всех. Из принципа просто сейчас приду и зашатать, наверное. Может быть, мне это и не поможет ни разу. То, что у меня будет солос. Ну, блин, какого черта? Они не такие уж и жирные. Ну, подумаешь, 13 уровень. Ну, подумаешь, такой же, как у нас. Ну, хотя это, да, это налагает определенные проблемы. Но, блин! Это же можно как-то сделать, правильно? Потому что есть же в испытаниях пункт. Слушай, а подожди. Я просто тут за кадром испытания включила. Ради любопытства посмотреть, как она вообще работает. Вроде отключила. Так, ну-ка, идите сюда. Слушай, а у меня... Там лук, которым мы находили. Помните, такой мега-мега... Он же только с 14 уровня, да? Вот еще, кстати, вот такой есть. А, это и этот с 14. А тут, по-моему, только с 16. Он с 16, по-моему. Черт. Так. Ну-ка, давай-ка. Вообще, конечно, возможно, имело смысл взять Блэкулу, чтобы он стену сюда свою поставил. Вот эту танковскую. Так, ладно. Давай сразу, вот прям с самого начала. Что-то, так сказать. А я где-нибудь тут буду стоять. Ай! И все сбросила, идиотка. Хотя нет, они пошли. Так. Не-не-не, давай-давай. Так. Давай как-нибудь вот так. Чтоб они не вышли за пределы этой фиготы. И... Кассандра, давай. Господи, я не вижу, где эта штучка-то. Так, я... Еще сделаю. О, туда бабища мерзкая. Так, нет, стоп. Это я сейчас зря из-за визы вышла. Да блин! Господи, не трогайте меня. Вы меня не видите. Меня тут нет. Есть. Повыше. Это там боляется еще. Пошла вот сюда. Что-то как-то не договорила ни одно слово. Все? Нет, конечно, господи. Чем выше, тем больнее. Давайте, ребят. Два, 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 два. Солос. Солос. Ты меня сейчас расстроил. Очень сильно. Где-то есть-то, господи. Где указатель-то мой? Ну, как бы... Вот он. Так. Срочно. Срочно рассеять. Нет! Убили! Почему? Кто? Как? За что? Охренеть! Как-то вышло. Так, стоп. Кассандра. Господи. Что ты чуешь? Жопа нам. Только не говорите мне, что вы застряли там благополучно все. Есть? Есть. Ну, почему ты не лечишься? Ну... Твою мать. Сан... А вот вы видели, да, вот эту бесявую фигню? Где-то есть. Ну! Солос, твою мать. Почему он этого не делает? Сол... Вот, спасибо, господи. Так. Еще разок. Нет, подожди. Так, нет, давай-ка вот-вот-вот-вот так. Не, мы в жопе. Кассандра. Еще что-то недолго проценишь у меня там. Такими темпами. Господи, кто меня бьет? Вот че так плохо? Так. Вообще, конечно, я бы хотела, да, рассеять. Дворян. Неудобно они так все в... Вот двое, конечно. Вот этих огненных. Это жопа. Че ее накажут нас? Твари. Так, что с тобой? Я, конечно, могу их ее сшить. Главное, не подохнуть в процессе. Так. Так. Ты там занят? Да, он занят. Хорошо. Прости, пожалуйста, зачем было прям подходить под разрыв? Хотя тебе виднее. Так. Да, хотя бы от привидения избавимся побыстрее, чтобы он не мешал нам. Давай успей. Давай, пожалуйста. Есть. Хорошо. Кассандра, пожалуйста, лечись. Они иногда прям пипец сбивают. Мне это очень бесит. Прям очень сильно бесит. Эта-та-та-та! Подожди, не то хотела. Господи. Так, Кассандра, милая. Солос, бью бы тебе туда. Вот это выдра еще противная. Ну, то есть две морозные бабы, это, конечно, жопа. Еще две морозные бабы и два угневых чувака. Это вообще потрясающе стоит, Кассандра. Просто финита. La comedia. Ой, у этого целая куча жизек. Вот эту надо добить. Вот прям надо. Подожди. Мне кажется, ей этого хватит. У тебя сколько? У тебя тоже до хрена. Понятно. Я, конечно, могу воспользоваться этой фигней. Мне кажется, не стоит пока что. Мы уже практически их завалили. Надо было раньше думать об этом. Так, ты. Так, это сейчас отвалится. Просто на этой нет барьера, на том-то есть. Че, и все, да? Слушай. О! Видите, да прикольно было. Урон духом не хочешь в голову? Урон духом не хочешь в голову? Я, конечно, не на высоте стою. Урон поменьше будет. Ну, я потихоньку резьбуру во всех смыслах. Отлично. Че-то было. По-моему, они это говорили, нет? Или меня уже наркоманит. Что вполне возможно. Черт, вот дежавю, когда играешь для себя, а потом практически тут же начинаешь проходить для канала после этого. Ой, сенсы духа, это хорошо. Пойдет, ладно. А где все-таки этот восклицательный знак тогда? Я что-то не понимаю. Слушайте, ну прям прогресс. Зашатали. Чуваков на своем же уровне. А вот это челлендж, да? Вот это было интересно. Так, а все-таки... Где вот эта точка? Я же сюда шла чисто ради нее. То есть, по факту, если ты включишь вот это испытание, что все враги будут твоего же уровня, каждый бой будет примерно вот как вот этот. Если не хуже. Все зависит от врага, от его, что он из себя представляет. С одной стороны, это, конечно, хорошо, и тогда действительно, мне кажется, будет ощущаться кошмар. Но, блин, меня очень сильно напрягает то, что... Там написано, напарники могут вести себя неадекватно и держите несколько сохранений. Что-то как-то, не знаю, вот... Очень меня это пугает. Так, а все-таки вот... Просто там наверху-то явно... Ну, наверх-то мы никуда не попадем, но где-то же это есть точка. Что вот это такое? Как туда попасть? Здесь есть где-нибудь, может быть, подъем? Ну, вообще, ну, видно прямо, что это конец локации, и все, ну... Ну, блин. Че ты бежишь со мной? Потому что тут-то я точно никак не проползу. Может, это пещера, кстати, какая-нибудь? Тупо. Кстати, вот тут уже более вероятно. Единственное, что ее надо найти. Булочки. Ну, че-то как-то... Мы уже, по-моему, слишком далеко. Нет, не очень, да? Хотя, может быть, она тут где-то. Так, ладно. Не-не-не, слушай, подожди. Давай в лагерь, потому что мы же все потратили. Как раз рядышком. Мы же все потратили, надо же отдохнуть. Так, хорошо, ищем пещеру. Ну, скорее всего, это пещера, потому что вниз, если только этот путь, возможно, ведет, потому что наверх некуда. Там конец локации, там скалы прям видно, что все, сюда не ходите. Значит, теоретически где-то тут. Хотя, конечно, пока я найду, блин, два года пройдет. Я, честно говоря, вообще не помню, где это место, и как туда попасть, и что там такое. Потому что таких мест у инквизиции дохрена и больше. Все запомнить не получится. Это место, где мы дрались. Слушай, подожди, может быть, тут тупо где-нибудь какая-то маленькая щель между камнями. Где я протиснусь, и все. Вот так смотришь, нету. Ну, вот кого-то вот где-то там, да? Ну, видите, не на этом же уровне, где мы. Опа. А, точно! Я, по-моему, в прошлый раз точно так же думала, блин, где это, где это? А потом... Вот, вот, да. Письмо, найденное на трупе. Если вы нашли это, значит, кровь не остановилась. Моя семья живет на одной из Рэдклевских ферм. Если сможете передать им мои последние слова, пусть их благословит... Пусть благословит вас создатель. Я не бежал. Я не бросил их. Я думал, что смогу достаточно получить и помочь. Каким мне был дыроком. Все, что я получил, дыру в животе. Письмо неровным почерком и наспех нацарапанная карта Рэдклевских ферм. Вон оно. Вот я... Все, я вспомнила это место. Вот я точно так же в прошлый раз бегала, думаю, господи, где ты, куда мне идти? И потом тупо прям в камень. Вот понимаете, да? Вот в этом вся инквизиция. То, что здесь настолько, на самом деле, можно много пропустить, если не исследовать. О, господи. Если не исследовать... То есть, казалось бы, вот ты был в этой локации, вот прям рядышком стоял, но при этом можно умудриться упустить какую-то там... Либо квест, либо какую-то интересную локацию, просто не заметив маленькую щелочку между камнями. Это пипец, конечно. Но это и круто. Это прям, знаете, подстегивает... Ну, лично меня. Не знаю уж, как там других, но лично меня это реально подстегивает изучать локации. Потому что интересно, что ты найдешь. Может быть, на какой-то квест в итоге наткнешься, либо наткнешься на какую-то записку, которая в итоге потом на ставке командования превратится в мега-квест или еще что-нибудь. Но вариантов-то как бы до хрена. Так что угод. Так, сейчас еще один забег с такими же ребятами. Но там хоть поудобнее будет, ну, теоретически. Потому что зона открытая. А не какая-то там пещера, где зажать могут и вообще неудобно передвигаться. Так, хорошо. Я голосую за сохраниться. Давай. Куда-нибудь... Сюда. Так, надо сразу где-нибудь наверх забраться. Так, ребята, давайте я в вас верю. Знаешь что, я не буду церемониться, наверное. Не, я лучше подожду, пока они в кучку прям вот вообще в кучку залезут. Ну, как-нибудь подходите, что ли, я не знаю. Так вот эти жирные, желтые, нет, нахрен. Они как-то неудобно стоят. Кассандра! Кассандра, Кассандра, пожалуйста. Я, конечно, понимаю, что они, призраки, на них яд не работает. Но вдруг где-нибудь проскочит. Хотя, кстати... Ну, вот это самое. Здесь же магия духа. Что-то в последнее время, ну, как-то в позу Т встает. Странно. Потому что он так яд применяет. Ах, ты ж, черт себе. Так, ну, в принципе... Ну, тут, я думаю, уже можно. Сынцы. Все-таки хорошо, когда инквизитор дальник. То есть, ему не обязательно подходить. Ребята, а вы можете мочить будете, да, вот пока я тут стою? А, тут уже умер. Фу. Ну, нам помогла... Да ничего нам не надо, нам все хорошо уже. Помогла рука, конечно, наша мегамагическая. Ничего дня. Тысяча опыта почти. Дориан, я тебя поздравляю. У него ни одного кольца вообще. Ну, пора с чего-то начинать. Подожди, что? Шламлящий пояс. Во. Отлично. Вот это вообще... У мастера боя, по-моему, стоит. Это вообще у Блэкула. Но я поставила, чтобы, знаете, оно не пропало никуда. Вроде-то его. Так, блок. Малитография. Нормальная. Хорошо. Где тут восклицательный знак? Вот, вижу. Подожди. А, нет, все нормально. Ну-ка, еще иди. Карта фермерских угодий с пещерой. Ага. Интересно. Интересно. Сокровище, говорите. Ладненько. Так, а где винаторию? От них мы уже зашатали. Хотя нет, подожди. Они же вроде где-то тут были. Отнесите письмо охотника. Фолианты. Вот, кстати, до туда бы еще доползти. Это с вариком лучше, конечно, делать. Но здесь как раз лагерь. Можно было бы от него. И наверх. Так, ну ладно, давайте. Отдадим письмо. Сходим в винаторий за ночью. Господи, что-то так быстро загрузилось. Даже гладнуть не успела. Так. Где-то есть товарищ фермер. Кстати, можно сейчас... Вот, кстати, по-моему, это здание. Вот это вот. Которое мы только что на карте видели. Так, подожди, господи. Ребята, у меня плохие новости. А, слава богу, не пришлось разговаривать. Просто положили и свалили. Добавно. Так. Ну вот оно, это здание. И вот, кстати, получается вот этот вот. Вот эта часть фермы. Если я все правильно понимаю. Ну-ка, подожди. Ну вот оно. Вот это ферма. Или вот оно. Или вот это вот имеется в виду. Нет, вряд ли. Ну-ка, как там было-то... Ой, беда в том, что... Неудобно открывать карту. Так, ну, теоретически... Отойди. Если вот этот дом, который нужен... То, соответственно, вот эти вот фермы... Точнее, ну, как сказать-то, господи. Огражденные, короче, участки. Соответственно, пещера должна быть где-то вот в той стороне. Теоретически. Где-то в горе. Может быть, кстати, вот где-то тут. Что-то особо, я смотрю, негде, да? В принципе, как там карты-то открываются? Карты, вот. Это не то. Вот, смотри. А, нет, смотри, как. То есть, какой-то этот самый... Дерево рядом. Так, подожди. Иди к ним. Ай, господи, как неудобно. Что ж ты так низко прыгаешь, товарищ инквизитор? Так, ну, теоретически. Ну, вот это же здание, да? Похоже же. Ну, точнее, не вот это, а вот, которое за ним. Правда, горы тут что-то как-то не наблюдается вообще абсолютно. Может быть, вот. Так, подождите, не надо мне тут мозги ломать. Ну, это, кстати, может быть, имеется в виду... Вообще, хрен поймешь, на самом деле. Я не вижу ни похожей, ни горы, ничего такого. Что-то какая-то неточная карта, скажу я вам. Отойдите, господи. Более-менее похожи горы тут, но... Вот эта вот гора похожа, да? Чертон знает вообще. Может, это вообще не то здание, но вообще на него похоже. Как-то вот непонятненько, да? Ну-ка, подожди. Хм. То есть вот эти вот грядки. А, кстати, грядки. Может, это имеется в виду... Просто нарисовали так, знаете, но на самом деле это реально тупо грядки вот эти вот. И вот как раз вот та вот гора и подходит. Вот эти вот грядки, вот они. Полосочки. Вот это дерево, кстати. Короче, где-то тут. Да-да, пожалуйста. Так, ну хорошо. Теоретически где-то тут. Вообще, мы здесь наверху были. Может, еще какой-то мега проход тайный есть. Идите как-нибудь тут пропрылить. Может, получится давай. Ничего тут нет? Ну, как-то... Может, я тут уже что-то находила? Может... Черт знает, если честно. Так, подожди. Здесь был подъем наверх, это я точно помню. Пойдемте попробуем подняться. Ох. Тебе поиски сокровищ. Как-то искать сокровища в этом самом... В Assassin's Creed Black Flag было попроще. Там хоть координаты давали. Здесь, конечно, тоже рисуют прям. Но все равно что-то вот... Что-то не так. Так, ну теоретически вот она, эта гора. Либо... О, господи. Ну, тут мы, в принципе, были. Тут нет пещеры. Вообще, все пещеры отмечаются на карте, если они есть. С другой стороны, если это глубокие прям пещеры, пещеры. А если просто какая-то, знаете, такая мини... Никому не нужная впадинка, то хрен. Может, она дальше просто? Может, она вообще вот в той горе? О, Филандарис. Может, реально где-нибудь вот тут вот... Там как раз какой-то выступ. По-моему, стоило сохраниться перед этим. А может, и нет. И что, смысл? А, ладно. У-у-у, хорошо. Так, там кто? Так, ну теоретически, если где-то тут пещера, то, видите, как будто бы вот дают пройти. С другой стороны, может, я вижу того, чего нет? Здрасте. Ой, жирненький, смотрите. Не, баранчик, прости, я не тебя хотела. Пошел он. Ну да. Выстрелил от бога просто. Это кто сейчас орал? Это из наших кто-то или нет? Я все каждый раз надеюсь, что хоть как-то попадется, но нет. Все, это не наша Аравия, хорошо. А кто там? А, смотри-ка. А! Да, вон она, пещерка! Все, супер. Видимо, это из-за того, что мы... Она тут была вообще изначально? Ну, в смысле, когда мы тут пробегали. Наверняка, наверняка, до того, как мы карту получили, у нас здесь ничего не светилось, потому что если бы светилось, мы бы это нашли, потому что, может, здесь бегали. Да, точно. Так, что у нас тут? Амулет агрессии. Да у нас есть такой, господи. Ой. Награда, конечно, так себе. Ну, ладно, сам факт, что мы нашли, уже приятен. Кого-то они там убивают, пока тут бегаю. Где винатори мои? А, в принципе, рядышком. Ну да. Что-то никого-то там мочит. Ну, пока не заняты, я тут чуть-чуть пробегусь. Я не хочу, ребят, давайте сами. Вы там себе врагов нашли, я ничего не знаю вообще. Ах, это же черт не могу. Все, ребят, брейк. Ну, серьезно. Так, давайте-ка доскачем дотуда. Все, вперед. Я же открывала этот, да? Да. Здрасте. Я мимо. Нет, нахрен иди. Ах, сволочи, стрельнули прям. Кассандрочка милая. А, господи, нет. Она, я смотрю, она без брони. Думаю, что такое-то? Видимо, из-за того, что она появилась только-только. Не успела одеться. Уроды! Выстрелили. Филейную часть моему прекрасному оленю. Чем он провинился-то, господи? Моему маленькому якору. Здесь что-нибудь нет. Так, винаториум. Где-то уже совсем рядом. Иди-ки-ки. Да, господи, ты ж боже ж мой. Я слышу ваши шепотки. Верно, они так жутко шепчут. Они меня напоминают, знаете, этих сектантов из Resident Evil 4. Верды, верды. Помните, они ходили там? Так, подожди, я не попадаю. Куда свалил стоять? Где он, господи? Я стреляю просто вслепую. Стреляю в камни, на самом деле. Как он тут? Как он тут вообще? Протиснулся-то. Все цело одобряют. Ну, еще бы нет. Вообще, конечно, личные квесты персонажей лучше брать их самих, потому что будет непростое там какое-то одобрение, а прям всецелое одобрение. И вот как мне теперь взять вот эту добычу, которая... Блин. Писит. Подожди, я никак не протиснусь туда. А вдруг там что-то хорошее? Вот прям хорошее-хорошее. А я никак не попаду туда. Ай, тварь ненавижу. Такие моменты. Так, ладно, что-то тут было. Это же не мои руны, да? И ладно, не важно. Слушай, подожди. Не упокоит, не дает. То есть я как-нибудь... Нет, ну тут я не перепрыгну вообще никак. Блин, бесит. Не могу. Может быть, конечно, переход... Ну, знаете, перезагрузка локации поможет. Что-нибудь куда-нибудь в более удобное место. Нет, я не могу. Не могу. Я пытаюсь, но я не могу. Нет, нет, нет. Ну дайте мне мою награду заслуженную. Вот я ее даже вижу. Где она только что была? О, смотри, я как-то запрыгнула. Где она? Ну, ну дайте. Ну дайте. Ну где она? Сволочи, тварь. Она где-то вообще в жопе там. Подожди. Не, ну он где-то прям под камнями. Он, видимо, в текстурке провалился. Черт. А можно мне тоже туда провалиться? Ненадолго. Может, тут как-нибудь иксик появится? Нет? Ну вон оно лежит. Так близко и так далеко. Бесит. Причем, уже эта штучка-то появилась. То, что взять добычу. Ну вот иксика нету. Подожди. Нет. Нет. Подожди. Сейчас попробую с той стороны. Э? Ну пожалуйста. Ну как-нибудь. Ну протиснись туда. Господи. А-а-а. Боль. Ладно. Будем надеяться, что у него ничего важного не было. Ладно. Это что такое? А, это фолиант. Давай. Блин, боль. Просто боль. Тебе не кашлять. Кстати, подожди. Что у вас тут продается? Иногда в этих мелких магазинчиках столько всего интересного можно найти. Сейчас охренака филандарис, нет? Нет. Так, фолиант. Найдите фолиант круга. Он, по-моему, там где разбойники были, нет? Как-нибудь так. Мне придется в обход этих любом. Ладно. Господи, боже мой. Ага, крепость. Ну, естественно. Кто, блин, сомневался? Кстати. Наверху, наверное, да? Казался. Ну-ка, я могу как-то... Как-то... Наверх забраться, нет? Вангу, наверху где-то. Ого, кстати, смотри. Ага. Так, давай. Черт, для этого Вивье нужно. А, ладно, к черту. Ее одобрение мне не так сильно важно, если честно. Так, тут я никак не пройду. Хотя нет, нормально. Угу. Господи, какие сложности. Угу, целый лагерек, смотри. Так. Легкий доспех. Господи, кому он нужен? О! Угу. Отчасти одобряет. Так, слушай, а что там было? Надо было, наверное, сразу там забраться. Ну, ладно. 115 золота. Я думаю, сейчас телепортнемся в лагерь. К Варику возьмем. Ой, к Варику, господи. Просто в лагерь возьмем Варика и сходим. Если там дадут пройти, красный лириум поломаем. Что тут? О, хорошо. Не то, чтобы это прямо было нужно, но... Так, стоп, подожди. Вот, давай сюда. Если где-то падаешь и не хочешь, в общем-то, упасть и повредить что-нибудь, сразу телепортируйся и все будет. Так, измени состав, пожалуйста. Давайте возьмем... Блэк Воллорде, интересы. Варик. Ну и Дориана. Ах, ты ж точно, я туда не смогу пройти, потому что там это... Драконится ж... Да? Это ж то самое. Да, это то самое. Я в прошлый раз тоже на этом погорела, по-моему, да? Твою-то мать. Давайте хоть краем глаза посмотрим. А вообще, какого она уровня, интересно, эта Драконится? Может быть, мы ее сможем зашатать? Вряд ли. Конечно, но... Надежда Кэдбица умирает последней. Так, надо хотя бы просто посмотреть, какого уровня детки. Не дотягиваюсь, черт. Не-не-не, подожди, нет. Никаких идти в указанное место, просто стой. Так, стоять. Она летит. Блин, сейчас грохнет. Надо посмотреть по брику и свалить. Тринадцатого. Ху-ху-ху, нет, 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 нет. Ребята, валим. Все, в жопу это дело. Выход из боя. За мной бежим. К черту. Не-не-не. А враг мятежной королевы. Слушайте. А почему? Вообще-то внутренне земли. Почему? Наверное, здесь Моэра, да, стояла когда-то со своей армией. Ну, это было одно из мест, где она стояла. Ну, это к украденному трону, я имею в виду отсылка. А, потому что в морозных горах где-то там поломали. Черт его знает. Так, понятно, я теперь понимаю, почему этот красный лириум мной не тронут. Твою мать. Он так близко и в то же время так далеко. Причем я-то могла бы втиху, знаете, туда подбежать. Но беда в том, что... Так, ладно. Хорошо. В принципе, здесь остался только красный лириум, да? Ну, ладно. Давайте тогда в Скайхолд. У нас там Жозефина готова отчитаться. В общем, такая прогулочная серия получилась, в принципе, как предыдущая. И, в общем-то... И в предыдущей, и в этой нам немножечко напомнили, как я уже сказала, что мы играем на кошмаре, и врагов в свои уровни так просто не завалить. Надо хотя бы немножко думать. Так забавно. Одна кошка спала под пледом, вторая забирается под плед, и вторая такая думает, что там, кто там лезет под плед, вылазит из-под пледа, в то время как другая залазит под него. Это, конечно, картина маслом. Отрицающе выглядит. Ай, ладно. Я думаю, распродам все эти шмотки, естественно, я все эти держа кадром. Вставку командования, по традиции, сходим, я думаю, уже в следующей серии, в самом начале, чтобы понимать, что да как. Раздадим, а потом вполне возможно, либо откроем какую-то новую локацию, просто чтобы, знаете, их побольше было, чтобы не за кадром было, где бегать, собирать ресурсы. Либо пойдем в изумрудные могилы, но посмотрим, посмотрим. В любом случае, надеюсь, что эта серия вам понравилась, хоть она и была такой прогулочной, но нас, по крайней мере, немножечко били, и вы же любите, когда меня бьют, когда я мучаюсь. В общем-то, надеюсь, что вам понравилось. В общем, все, ребята, большое вам еще раз спасибо, и до встречи. Не забывайте, пожалуйста, про группу ВКонтакте, где у нас новости, извещения и всякое-всякое вообще, все, что только можно. Все, ребята, всем удачи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok